В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. В среду вечера в начале 9-го у ресторана «Бабельфиш» на Греческой произошло нападение на заместителя председателя облсовета Олега Радковского. В результате политик получил несколько ранений и был срочно госпитализирован. Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Подробности в сюжете Юлиана Аксенова. Греческая угол Качинского, вход в ресторан «Бабельфиш». Именно здесь было совершено нападение на известного одесского политика-бизнесмена Олега Радковского. Его у входа в ресторан преступники поджидали около двух часов. Это произошло, когда он заходил, он приехал сюда с водителем, я так понимаю, пообедать. И его уже ждали здесь. После минут, так через пять, после того, когда приехала скорая, зашли врачи скорой помощи вовнутрь и потерпевший вышел своим ходом. Белая рубашка была у него в пояснице, в районе поясницы, левая часть сзади в крови и правая рука была в крови. Сначала стало известно, что выстрелов было четыре. Три из них достигли цели. Пули попали в позвоночник, руку и ногу. К месту происшествия тут же выехала оперативно-следственная группа. По горячим следам правоохранителям удалось выяснить подробности происшествия и объявить машину киллеров в розыск. По факту ночного покушения полиция открыла уголовное производство. Сам же Олег Радковский был доставлен в Интосану на Варнинской. Ночью вокруг здания больницы собралось немало друзей и коллег политика, которые сообщили актуальную на тот момент информацию. Сегодня днем появились первые официальные комментарии. Так, коллега Радковского, председатель облсовета Анатолий Урбанский, заверил, что жизни его зама ничего не угрожает. Он в стабильном состоянии и политика тут ни при чем. Олег Владимирович никогда не был конфликтным политиком региональным. Вы никогда не слышали с его уст никаких резких заявлений в адрес своих коллег-политиков. Следовательно, я еще раз подчеркиваю, что давайте не политизировать все происходящее, что у нас здесь происходит в регионе. Я один из первых приехал в больницу и я был приятно обрадован его состоянию, так как в тот момент, когда я приехал, делали рентген, дабы увидеть, где находятся пули. Он туда зашел своими ногами и выходил на своих ногах. В полиции сообщили, что преступники использовали мелкокалиберное оружие, а сам факт нападения квалифицируется как покушение на убийство. За фактом цієї пригоди, открыто кримінальное впроваджение, которое имеет знаки замаху на убийство. Это права квалификации, соответственно, до статей 15-1 статей 115 Криминального кодексу Украины. Ведется весь необходимый комплекс слідчих дій стосов на цієї пригоди. Переверяются все возможные версии и мотивы действия цього правопорушення. Справа знаходиться на особистому контролю очільника прокуратури Олега Жученко и керівника головного управління нацполиції Головина. Ситуацию успели прокомментировать и однопартийцы пострадавшего. Они сообщили, что на самом деле в тело Радковского попали пять пуль. Три в область спины, одна на вылет, другая по касательной. Сейчас политику предстоит еще одна операция по извлечению пули, застрявшей в опасной близости от позвоночника. Вчерашнее покушение коллеги связывают исключительно с политикой. Этот факт, опять-таки, вывел то, что нынешний режим, или нынешний, вернее, наш власть превращается в тот же режим, от которого мы пытались уйти. Поэтому я считаю, что это событие, это есть не что иное, как политическое событие. Я считаю, что покушение на первого заместителя представителя Одесского областного совета, на председателя Одесской областной партийной организации «Батькивщина» Олега Радковского есть событие политическое. Однопартийцы категорически исключили, что покушение связано с бизнес-интересами Радковского, объяснив это тем, что все проекты пострадавший давно завершил. Кроме того, бютовцы рассказали о некоторых подробностях происшествия. В тот вечер водитель Радковского уехал по его поручению. Олег Владимирович отправил водителя своего на своей машине, она уехала. А вместо того места, где была припаркованная машина Олега Владимировича, стала машина киллеров. Так получилось, что он просто находился один на этой парковке, и когда он подходил к своей машине, он увидел, что вместо его машины стоит другая. И в тот момент, когда он развернулся, вот как раз в этот момент был открыт по нему огонь. И, может быть, благодаря тому, что он повернулся боком, а потом и спиной, все пули пришлись как раз в боковую часть или в поясничную часть. Они также подтвердили версию полиции о том, что стрельба велась из мелкокалиберного пистолета «Марголина». Сам пострадавший сейчас находится в больнице под круглосуточной охраной. И, по словам коллег, вернуться в строй Радковский сможет уже через 5-6 дней. Сегодня в Приморском суде избирают меру пресечения Зинаиде Цверенько. Ее подозревают в служебной халатности, которая привела к трагедии в лагере «Виктория». Рассмотрение, по сути, пока не началось. Судья уже около трех часов решает, перенести ли заседание в другой зал. В отсутствие решения Зинаида Цверенько покинуло здание суда. Наша съемочная группа продолжает дежурить в здании Приморского суда, однако вероятность переноса заседания высока. В департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на Артиллерийской улице проходят обыски. Как сообщают в облпрокуратуре, там работают следователи СБУ и генпрокуратуры. Правоохранители изымают документы, касающиеся сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности в Одессе. Внутрь ведомства не пускали не только журналистов, но и сотрудников здания. Также по информации наших источников, в некоторых кабинетах Одесской мэрии также были проведены обыски. Я работаю тут, мы строители. А, вы строители? А что вы строите? Ремонт там происходит на пятом этаже. Там пятый этаж это тоже управление, да, департамент? Нет, нет. А, тут вход получается отсюда еще в жилые помещения? Это не жилые помещения, это административное помещение, но не департамент. Другая организация. А что за организация, если не секрет? Я не скажу. А по вашему мнению, почему закрыто? А, я только приехала, я беспонятно. А вас не предупреждали о том, что сегодня будут обыски или что-то подобное? Я по работе была в другом месте. А что здесь происходит? Может, вы мне скажете? Мы сами не знаем. Да, в руки. Заседание по делу убийства боксера Лащенко в Малиновском районном суде снова не состоялось. В суд в который раз не явился переводчик. Коллегия судья отметила, что обращалась с официальным запросом в бюро переводов. Они ответили отказом. Якобы бюро не предоставляет услуг ни устного, ни письменного перевода с азербайджанского. Адвокат потерпевшей стороны уверена, что Гасанов понимает русский, просто затягивает таким образом процесс. Мы видим явно, что обвиняемый общался и ранее в Одессе на русском языке, и явно знает украинский язык. Он общается со своим адвокатом на русском языке, и все понимает и процесс в том числе. Как мне кажется, что это очень такое абсолютно наплевательское отношение к суду, к процессу, к тому, что происходит. И обвиняемый постоянно говорит о том, что он не понял то, чего сказали. Мы прекрасно понимаем, что он понял. Коллегия судей решила повторно обратиться в бюро переводов, а также в посольство Азербайджана в Украине и в Министерство юстиции с целью обеспечения присутствия переводчика на дальнейших заседаниях. В 2015 году чемпионы Европы по тайскому боксу застрелили в еврейской больнице. Подозреваемого Бабека Гасанова задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали в Украину. Новое ЧП в Одесском СИЗО в одной из камер изолятора обнаружили повешенным 33-летнего гражданина Армении, временно проживавшего на территории Лиманского района. Мужчина находился под стражей с июля текущего года по делу об изнасиловании. В прокуратуре подтвердили, что во время происшествия в камере находились двое. Второй заключенный утверждает, что в момент смерти сокамерника спал. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой самоубийства. Также прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности. «Надійшла інформація про те, що виявлено тіло арештанта в одній з камер Одеського СИЗО. До прокуратури ця інформація надійшла. Одразу ж було розпочато перевірку і вже слідчими прокуратури Одеської області розпочато розслідування за статтею 367 – це службова недбалість співробітників пенитенційної установи. Тобто в раптиках цієї кримінального провадження буде перевірено саме, які дії, або, наприклад, відсутніх цих дій, могла б призвести до такого факту. Також хочу сказати, що неодноразово прокуратурою наголошувалося і керівництву пенитенційної установи, і Міністерству юстиції щодо недокомплектованості персоналом пенитенційної заклади, оскільки це напряму впливає, знову ж таки, на якість нагляду за утримуваними в Одеському СИЗО. Поряд із цим, заходів, як би, не було на даний час вжито». На Одесу надвигається сильний шторм. Мощний ветер, скорость которого може достигати 24 метра в секунду, ожидается 6 октября по всей области. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает управление областного ГСЧС. Ветер такой мощности способен не только ломать крупные деревья, но може срывать крыши со зданий і причинять иные разрушения. Удар стихии ожидается в первой половине дня и может сопровождаться небольшим дождем. Медики настоятельно просят привить детей от кори. На данный момент в Одесской области свыше 700 заболевших. Большая часть пациентов – грудные дети. Необходимые препараты есть, вакцинация детей бесплатна. Также непривитых от кори детей могут не пустить в школы или детские сады руководители учреждений. Болеют, конечно, в основном непривитые дети. Привитой ребенок может заболеть, но протекает все гораздо более легкой форме и с меньшим количеством осложнений. Дети, у которых нет прививки, они сталкиваются с вирусом впервые, у них нет своей защиты. И, конечно, болеть могут достаточно тяжело. Протекать кури может по-разному совершенно. И на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем два смертельных случая. И это в основном осложнение кури. Элина Светолина может возглавить мировой рейтинг лучших теннисисток мира уже в этом месяце. Для этого одесситке нужно выиграть турнир в Пекине. Первая ракетка Украины, посеянная по третьим номером, уже вышла в четверть финал, победив китаянку Линь Джу, австралийку Эшли Барти и россиянку Элену Веснину. Элина не упустила ни одного сета. Таким образом, Светолина стала третьей теннисисткой в туре после Возняцкой и Плишковой, одержавшей более 50 побед в этом сезоне. Теперь за выход в полуфинал Светолина поспорит с Каролин Гарсией из Франции. Соперницы играли между собой один раз. В 15-м году в Ценцианате победу одержала одесситка. И на этом все. Оставайтесь репортером. Счастливо!